Первый класс почти как в ВУЗ. Теперь в начальную школу зачислять будут в две волны. В первую очередь по месту прописки. Неважно, обычная это школа или престижный лицей. В общем, вокруг последней, как всегда, ажиотаж, хотя правила приема документов для всех и везде одинаковые. Как поступить правильно и не остаться без места за партой, разбиралась Нина Ванина. Свою младшую дочь, как и старшую, Галина хочет отдать сюда, в 29-ю школу. Она рядом с домом. В том, что с приемом проблем никаких не будет, уверена. 10 марта планируют записать ребенка в первый класс не через интернет, а как обычно, отдав директору рукописное заявление. Да ну не знаю, нет, мне кажется, проще прийти сразу, быть уверенной. Желательно, чтобы были льготы, если старший ходит сюда и младший, чтобы не в разные школы бегать. А вот льгот никаких не будет. Не тем, чьи дети уже учатся в определенной школе, не тем, кто ходит на подготовительные, пусть и платные курсы. Приоритет один – территориальный. Вперед пройдут прикрепленные к школе по месту прописки. Для этого в 2013 году запускают две волны приема в первые классы. Если я живу рядом со школой, мой дом закреплен за этой школой, меня она в полной мере устраивает, то я могу подать заявление с 10 марта, желательно по 31 июля. 1 августа могут подать заявление в школу родители, которые хотят по тем или иным причинам в нее попасть, но они не закреплены за этой школой территориально. Вот в чем отличие первой и второй волны. Ажиотаж вокруг лицеев и гимназий родители создают искусственно, уверяют в департаменте. Дежурить в очереди у ворот не выход. Электронная регистрация – единственное современное решение. Попадет ли ребенок в ту школу, в которую хочется, если не прикреплен к ней, в департаменте образования отвечают. Работает правило естественного отбора. В любом случае места хватит всем. По месту прописки ребенку обязаны предоставить место в первом классе. Нина Ванина, Александр Дмитриев, Новости губернии.